МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Сегодня вторник, 24 ноября. В эфире информационная программа «Объектив». В ближайшие 30 минут журналисты новоурайской вещательной компании расскажут о самых главных новостях нашего города. Студия Альбина Бабкова. Смотрите в выпуске. В округе началась подготовка к новогодним праздникам. Особое внимание будет уделено безопасности всех мероприятий. На полном контроле у муниципалитета. Новоурайск получил полномочия технического заказчика при проведении капитальных ремонтов домов. Бизнес в закрытом городе. Новоурайский прошел областной семинар по проблемам предпринимательства. Парк культуры и отдыха пополнился новыми скамейками от неравнодушных новоуральцев. Новоурайские отметили день рождения главного зимнего волшебника. Об этом и многом другом расскажем далее. Внеплановое расширенное заседание антитеррористической комиссии прошло в Доме культуры УХК. Помимо прямых указаний по усилению режима готовности по предотвращению террористических угроз, председатель комиссии глава округа Владимир Машков дал указание ответственным лицам тщательнее готовиться к новогодним праздникам. Вопрос борьбы с терроризмом, вопрос антитеррористической защищенности он регулируется не только указаниями органов местного самоуправления, но и федеральными нормативными актами, федеральными законами, нормативными актами правительства Российской Федерации, которые обязательны к исполнению для всех. Перед комиссией отчитались руководитель управления образования, комитета по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам, представители отдела культуры и комитета по жилищно-коммунальному хозяйству города, заверив, что в образовательных, культурных и спортивных учреждениях выполняются все требования и предписания силовых ведомств, а объекты жизнеобеспечения города находятся в режиме повышенной готовности по предотвращению террористических угроз. Обеспечено усиление контроля по предотвращению проникновения на территории объектов посторонних лиц. Проводена проверка бдительности постовых контрольно-пропускных пунктов. Не реже двух раз в смену проводится обход и осмотр помещения, а также оборудования на предмет выявления посторонних предметов. Проводится внеплановый инструктор же сотрудникам по действиям при угрозе и совершении акта на предприятии. Не допускается без разрешения руководителя предприятия въезд автотранспорта на территорию предприятия, но за исключением аварийной службы. Обострившаяся борьба с мировым терроризмом, взрыв самолета, теракт в Мали, где погибли граждане России – все это вызов нашей стране. В этой ситуации гражданам стоит не терять бдительность и сообщать обо всех сомнительных личностях, машинах, подозрительных объектах в правоохранительные органы. У нас в городе живут достаточно ответственные люди. У нас всегда такой полувоенный режим жизни, работы, крупнейший ядерный объект. И поэтому люди очень внимательно смотрят. И просьба с тем, чтобы внимательно смотрели, поскольку у нас чужака сразу видно или какие-то экстремистские проявления там, если будут иметь место. То есть я порекомендовал везде распространить сегодня многоканальные телефоны Федеральной службы безопасности, Управление внутренних дел, значит, с тем, чтобы во всех предприятиях, учреждениях, значит, кто желает, в свои базы данных телефонов, значит, забили эти номера, потому что с каждым может что-то случиться, мало ли, что мгновенно могли позвонить и в первую очередь проинформировать специально обученных людей на ликвидацию тех или иных ситуаций, а второе уже, значит, дальше действовать самим. Никита Евсеев, Юрий Михалев, Новоуральская вещательная компания. Наш муниципалитет получил полномочия технического заказчика при проведении капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов. Это большой плюс, поскольку руководить всеми строительными процессами будет не областная структура, которая от нас слишком далеко, а местные власти в тесном контакте с жителями, рассказывает Антон Сапогов. 13 ноября состоялось заседание Совета регионального фонда, на котором был утвержден типовой договор передачи фонда технического заказчика и фонду делегирована полномочия заключать такие договоры с муниципалитетами. То есть Новоуральский городской округ выбран пилотным муниципалитетом, который будет проводить работы по капитальному ремонту самостоятельно. Это значит, что администрация выступает организатором и проводит конкурсные процедуры, заключает договор с подрядными организациями и осуществляет функции технического заказчика. Начать капитальный ремонт жилья в городе в этом году будет достаточно сложно. Областной фонд должен утвердить наши строительные сметы по каждому дому, включенному в программу ремонта. Но эта работа идет с большой проволочкой, и когда она завершится, пока непонятно. В пятницу было заседание традиционное по ремонту, как раз и было бы известно ЖКХ. Правда, я ему сказал, что фонд очень не расторопен и не торопится подписывать и обрабатывать документы. Причем эти документы готовим мы сами. Мы даже их не обременили, чтобы подготовить сметы. Мы их сами подготовили и направили на утверждение, чтобы только они нам вернули их как свои. По вопросам защиты трудовых прав работников предприятий и организаций города, за 10 месяцев этого года в прокуратуру поступило 250 обращений. По результатам проверок были найдены многочисленные нарушения трудового законодательства, в большинстве своем, касающиеся задержек заработной платы. На сегодняшний день выявлено 283 нарушения в сфере трудовых прав граждан за 10 месяцев 2015 года. Из них по оплате труда это большая часть 218 нарушений, по охране труда 48 и по сфере занятости 6. Продолжается профсоюзная кампания по стимулированию работодателей к заключению коллективных договоров. В этой работе отмечены хорошие подвижки, хотя часть учреждений и предприятий не спешат принимать этот документ, поскольку он ограничивает свои власти работодателей и защищает интересы работников. Как вводится, профсоюзы помянули недобрым словом жилищную кампанию «Новоуральская», в которой, по словам докладчика, становится все меньше первичных профсоюзных ячеек, а значит, за простых работников некому заступиться. По-прежнему, при кугусительстве генерального директора УЖК «Новоуральская» из Лентьевы, продолжается разрушение профсоюзных организаций и, как результат, коллективные договора там не заключаются. В течение 2015 года ликвидировали профсоюзные организации ООН «Микро-Район-21», ООН «Западная-1», чуть раньше ООН «ЕДС», в самом аппарате УЖК. В настоящее время остались 4 коллектива, где сохранены профсоюзные организации. Это ООН «Микро-Район-20», ООН «Парковый», ООН «Центральный», ООБУНАРСКИ. Последние две организации так и не представили коллективные договора. Профсоюзные организации там было численным и надлежащего социального партнерства нет. В итоге собравшиеся решили наращивать усилия по заключению коллективных договоров. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, «Новоуральская» вещательная компания. «Новоуральск» стал площадкой для проведения областного семинара директоров муниципальных фондов поддержки предпринимательства Свердловской области. Более 50 человек приняли участие в этом мероприятии. Главная тема семинара – возможности развития малого и среднего бизнеса в закрытом городе. Моя коллега Ольга Воинова расскажет подробнее. Четверть работоспособного населения «Новоуральска» занято в сфере малого и среднего бизнеса. Это очень серьезная экономическая категория. Только одна торговля в нашем городе дает оборот 16 миллиардов рублей. После сокращения численности рабочих мест на основных градообразующих предприятиях многие занялись собственным делом. Предприниматели должны чувствовать, что все руководство города и соответствующие структуры готовы помогать в этих сложнейших условиях. Просто сами люди, они, конечно, несмотря на все перипетии развития бизнеса в России, мало, столько уже законов менялось, и так далее, но все-таки они держатся, работают, и развиваются в своих предприятиях. Вот сейчас идут буквально днями на прошлой неделе на этой 8 декабря защиты по проекту территории опережающего развития, и там предполагается, что будут серьезные преференции, ну, вплоть до обнуления налога на прибыль, там, ряд других налогов. Свердловская область в общероссийском плане довольно уникальна. Практически в каждом городе, где население более 30 тысяч жителей, создана специальная структура «Муниципальный фонд поддержки предпринимателей». Таких фондов в нашей области сейчас более 30. Один-два раза в год директора этих фондов собираются на семинары, чтобы обсудить назревшие проблемы и их решения, поделиться опытом. В этом году площадка для семинара выбрана в Уральск. Мы будем работать два дня, пятницу и субботу. Мы будем обсуждать программы на следующий год, условия предоставления этих программ. Будем делиться лучшими практиками. В частности, мы от Новоуральска готовим доклад и сообщения по молодежной бизнес-академии. То есть будем рассказывать, как мы воспитываем и мотивируем наших молодых ребят на занятия предпринимательством. Семинар проходил на базе бизнес-инкубатора. И площадка эта выбрана не случайно. Наш инкубатор самый большой в области. И по предоставляемым площадям офисных плана и производственные помещения мы предоставляем. Такого в области вообще нет нигде. В основном это небольшие помещения, где максимум 10-20 кабинетов. И в принципе все. У нас же он уникален именно тем, что мы можем предоставлять как офисные помещения, так и производственные. По признанию предпринимателей из других городов Свердловской области, Новоуральск является очень развитым и благоприятным в плане поддержки малого и среднего бизнеса. Общаясь с главой нашего города Владимиром Машковым, участники семинара просили его продемонстрировать главам и городов положительный пример успешного сотрудничества городского управления и владельцев бизнеса. Мы как бы иногда не замечаем, что какие-то мы вещи достаточно серьезные, интересные делаем. А когда люди приезжают, вдруг начинают удивляться вообще просто. И меня тоже это несколько шокирует. А что, других этого нет, что ли? Оказывается, нет просто. Меня там спрашивают, почему другие руководители муниципалитета этого не делают. Ну, в конце концов, пусть они там и разбираются с своими руководителями. Кого избирали, так сказать, тот так и работает. Ольга Войнова, Дмитрий Гидюхин, Новоуральская вещательная компания. Праздничное посвящение в студенты – самая главная и самая важная традиция каждого учебного заведения. В Новоуральском технологическом колледже и институте к такой традиции относятся очень трепетно. Каждый год здесь в торжественной обстановке чествуют первокурсников и желают достойно нести звание студента до окончания вуза. Подробности у Натальи Ребрищевой. Еще вчера школьники, а уже сегодня студенты. Для первокурсников Новоуральского технологического колледжа и института начинается новая интересная пора. Студенчество – это много свободного времени между сессиями, считает Константин Зинков. Как говорится, от сессии до сессии живут студенты весело. А вот Федор Панов уверен, чтобы достичь своей цели получения диплома, нужно постоянно учиться. Потихоньку вливаюсь в обучение, много нового для себя открыл со времен школы. В университете все по-другому. Трудно было перестроиться от школьных лет и адаптироваться к институтскому времени? Ну, вообще, да. Это действительно напряженный период, когда ты понимаешь, что школы нет. И сейчас ты в УЗИ, и ты представлен только самому себе. С самого начала, с самого первого сентября мы начали дружно общаться, вместе ходить, гулять. Вместе делали домашние работы и выполняли всякие разные лабораторные работы тоже вместе. Поэтому все очень дружно, мне очень нравится. Монитор, дисковод, файловый процессор – это не наглядные пособия для учебы, а визитная карточка первокурсников специализации электроника. Ребята выбрали не простую профессию, но актуальную и необходимую в наш век компьютерных технологий. Сначала вроде как-то волнительно, что неизвестность какая-то, а потом вроде хорошо, вживаешься в студенческую жизнь. Долго готовились к сегодняшнему празднику? Да, очень много. Было и сами репетировали, и преподаватели, получается, помогали нам. Программисты, автомеханики, менеджеры, визитные карточки каждой специальности МИФИ первокурсники представляли на сцене домокультуры. А почему решили стать строителями? Потому что очень универсальная профессия и в будущем больше перспектив. А также, если поступить, конечно, на высшее образование, как я собираюсь, то это очень хорошо будет. Мне кажется, мое призвание, поначалу я с отцом работал, ну, в такой, как бы, теплички собирали. Ну, и я понял, что это мое, скорее всего. Мне есть куда идти. У меня мама просто маляр, и она предложила мне вот сюда, на строителя. У вас в основном молодые люди в группе, не сложно? Нет, не сложно, я как одна девочка. Хорошо. Все внимание на вас. Да. Как готовились к сегодняшнему посвящению? Ну, конечно, трудно, были ссоры, как это там, такие скандалы, как, ну, хорошо. Ну, вот в этот год он ознаменован как 70-летие строительного комплекса Новоуральска. В будущем, предполагаете, что это будет и ваш профессиональный праздник? Может, в будущем будет моим профессиональным праздником? Это люди яркие, веселые. я надеюсь, что мы сегодня увидим очень много выступлений интересных, люди творческие у нас и очень много ребят одаренных, но самое главное для нас, что это те люди, которые хотят учиться. Ваши пожелания первокурсникам? Успешно закончить институты. Этим ребятам только предстоит окунуться в настоящую студенческую жизнь буквально с первой экзаменационной сессии, а пока до сессии 150 новоиспеченных студентов живут весело и отмечают свое посвящение. Наталья Ребричева, Анна Акрамова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Управление социальной защиты готовится сделать большой подарок для пожилых граждан Новоуральска, а именно повышение их компьютерной грамотности, что является требованием современности. Сегодня гость нашей студии начальник управления социальной защиты по городу Новоуральску Евгений Шаповалов. Добрый вечер, Евгений Дмитриевич. Добрый. Ну вот расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям о том, какой приятный сюрприз может ожидать новоуральских пенсионеров в ближайшее время. У нас в конце года Министерство социальной политики Свердловской области будет проводить конкурс по определению организации, которая будет проводить обучение компьютерной грамотности наших ветеранов. Вот сейчас управление социальной политики по городу Новоуральску, которое находится на Гагарина 7А, ну известный всем ветеранам, конечно, адрес, формирует список тех ветеранов, которые хотели бы пройти это обучение. Потому что, когда у нас определится организация, которая будет проводить, будет появиться вопрос в каком городе какое количество ветеранов необходимо обучить. Ну и Министерство знает, что Новоуральск у нас всегда является технологически передовым городом, который стремится к всему наилучшему, предполагает направить, дать нам возможность получения большего количества путевок для того, чтобы ветераны могли вот это обучение пройти. И сейчас мы формируем список тех ветеранов, которые впоследствии смогут получить обучение компьютерной грамотности. А какие-то критерии особые есть, чтобы именно попасть в этот список? Да, действительно, но это должны быть пенсионеры, мужчины 60, женщины 55 лет, не работающие, пенсионеры, которые проживают в Свердловской области. Для этого им необходимо будет обратиться в 302 кабинет нашего управления, телефон 4-55-50, для того, чтобы узнать список тех документов, которые необходимы, ну и сообщить, когда они смогут подойти, для того, чтобы график согласовать. Мы работаем с 8 до 5, можно подходить, для этого необходима копия паспорта, копия трудовой книжки и копия пенсионного удостоверения. Евгений Дмитриевич, спасибо, что нашли время прийти к нам сегодня в студию, а мы продолжаем. В рамках Немилосердия во всех муниципальных образованиях области проводятся многочисленные добровольческие и благотворительные акции. В Центральном парке культуры и отдыха тоже прошло такое мероприятие, после чего городской парк украсили новые скамейки. Подробности в нашем следующем сюжете. В Центральном парке культуры и отдыха состоялось торжественное подведение итогов благотворительной акции «Подари скамейку городу», объявленной в начале года главой Науральского городского округа Владимиром Машковым. На аллее у Центрального парка культуры и отдыха появились три новых скамейки, подаренных нашему городу его небезразличными жителями. Особенно хочется отметить и поблагодарить семью Лысенко, Анатолия Яковлевича и Светлану Георгиевну. Эти замечательные пенсионеры приехали в наш город 9 лет назад из Курганской области и не остались в стороне от такого хорошего дела. Идея пришла Светлане Георгиевне. Да, вот. А мы ее поддержали, чтобы парку было хорошо, городу хорошо, чтобы красиво было. И нам приятно тоже будет. И вся семья наша будет ходить. У нас и внуки, и правнуки здесь живут в нашем городе, и дети, все близкие, родные люди. Вы как вдохновитель семейный? Да, да. Все общими усилиями так и получилось справиться? Да, да, да. И здесь присутствуют и дети, и внуки. Это капля в море, чтобы каждый, как сказать, житель нашего города внес лепту в благоустройство города. Это совсем недорого. Вторую скамейку презентовал на Уральску руководители и специалисты ООО Транспортно-логистического центра, созданного на базе акционерного общества УХК. Третья скамейка была подарена сотрудниками и ветеранами Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России по Новоральскому городскому округу. Справедливости ради стоит отметить, что была еще и четвертая скамейка, но ее лично изготовил сотрудник парка Анатолий Шибаков, и теперь она украшает пернатый квартал в Центральном парке культуры и отдыха. В лучших традициях уральских меценатов прошла акция «Подари скамейку городу», которую в начале года объявил, огласил глава Новоральского городского округа Владимир Николаевич Машков. И городу действительно были подарены три стандартных красивых скамейки. Огромная просьба горожанам, если они увидят таблички на этих скамеечках, ну, не нарушать интерьер этих скамеек, эстетический вид, потому что люди с огромной любовью делают свой подарок любимому городу. Как отметили все, собравшиеся на это событие, делать добрые дела всегда приятно и вдвойне приятно, если эти благие поступки идут на улучшение облика нашего города и будут служить его жителям долгие и долгие годы. Евгений Гурин, Юрий Михалев, Новоральская обещательная компания. 18 ноября в России официально отмечают день рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего волшебника доподлинно неизвестно, но точно известно, что более двух тысяч лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. Праздничные мероприятия, посвященные этому дню, прошли и в Новоуральске в Центральном парке культуры и отдыха. На праздники побывала и наша съемочная группа. Несмотря на то, что Новоуральск находится далеко от Великого Устюга, в нашем Центральном парке культуры и отдыха уже чувствуется приближение главного праздника, когда Седой Румяный Дед исполняет чудеса. Здесь пушистая красавица-елка с разноцветными гирляндами и игрушками уже радует детишек. В Центральном парке все готово к череде новогодних мероприятий, которые начались с дня рождения Деда Мороза. Российские дети очень любят Дедушку Мороза и Снегурочку. Они искренне верят в то, что Дед Мороз и Снегурочка приходят только к тем детям, кто хорошо себя вел в прошедшем году. Я бы хотела выразить огромные слова благодарности Дедушке Морозу которым приносят каждый год для всех нас. Это очень большой праздник и его, наверное, празднует весь мир. Мне бы хотелось поблагодарить Дедушку Морозу, Снегурочку и всех его помощников. Я хочу, чтобы он был здоров и счастлив и всегда дарил подарки. Поздравляю тебе Дедушка Мороз с днями с деньгами. Желаю тебе счастье и здоровье, что ты никогда не болел, чтобы он никогда не болел. И чтобы он никогда не таял. Новый год это праздник, который с нетерпением ожидают не только дети, но и взрослые. Верить в чудеса свойственно многим, ведь в Новый год сбывается самое сокровенное желание. Я хочу сохранить эту сказку сейчас уже для своей доченьки. Она прямо, мы сегодня с утра с ней об этом начали уже разговаривать и прямо вздынули даже режим дня, должны были здесь спать. Но мы пошли смотреть Дедушку Мороза, познакомиться с ним обязательно. Я желаю вам как можно лучше подготовиться с отличным настроением, встретить новый 2016 год, а он уже вот-вот скоро наступит. Не думайте, что еще долго вы не успеете оглянуться, как огоньки новогодней елочки зажгутся праздничным светом. В Центральном парке культуры и отдыха дан старт мероприятиям, посвященным Новому году. О планах рассказала Анастасия Перепелица, методист Центрального парка культуры и отдыха. Совсем скоро у нас состоится 26 ноября в 18.00 праздник света и огня в Диване по-Новоуральски. Впервые в нашем парке будет приходить световое шоу. Мы планируем показать всю нашу красоту новогодней иллюминации. Праздник будет уличный, поэтому, дорогие горожане, одевайтесь потеплее. У нас уже готовы коллективные предложения для маленьких наших волшебников в Академии Деда Мороза. Это волшебное, чарующее шоу мыльных пузырей. Заявки вы можете подавать по телефону 3-62-29. Все самые свежие новости у нас находятся на нашем сайте. Каждое воскресенье в 12.00 в стенах Санцепарка проходят анимационные праздники, в рамках которых проводятся розыгрыш различных призов. А каждый день в первый и в последний час работы парка действует акция «Счастливый час». Цена билета на любой аттракцион всего 50 рублей. Ольга Воинова, Дмитрий Ледюхин, Новоуральская вещательная компания. Администрация Новоуральского городского округа проводит конкурс на замещение должности начальника муниципального казенного учреждения управления капитального строительства. Срок подачи заявлений на участие в конкурсе по 1 декабря включительно. Документы предоставляются в кадровую службу администрации Новоуральского городского округа, кабинет 106 в здании администрации, улица Мичурина, 33. Дополнительная информация может быть получена по телефону, который вы видите на экране. Обращаем ваше внимание на то, что в четверг 26 ноября в 20 часов 20 минут состоится прямой эфир. Его тема «Проблемы городского здравоохранения и пути их решения». Гостями студии станут начальник ЦМСЧ номер 31 ФМБА России Андрей Морозов и ряд других руководителей городского здравоохранения. Вы сможете задать все интересующие вопросы в прямом эфире по телефону 9-88-08. Свои вопросы вы сможете задать и до эфира. Звоните по телефону 9-88-08 в редакцию и ваши вопросы будут заданы гостям студии 26 ноября. Напоминаем, что по пятницам программу «Поздравляю» смотрите в 18 часов 10 минут на канале ОТВ. А блок информационно-аналитических программ «Объектив» в итоге выходит в 21 час 30 минут. Сегодня, сразу после новостей, в эфире новоурайской вещательной кампании смотрите пресс-конференцию, посвященную осенней призывной кампании. Гостями студии стали военный комиссар Алексей Верхотуров и руководитель бригады врачей медицинской комиссии Валерий Казанцев. Новые условия службы и питания в войсках, возможность поступать в ВУЗы вне конкурса. Призывники не участвуют в реальных конфликтах и тактических учениях согласно закону Российской Федерации. Государство развернулось лицом к своим защитникам. Далее погода и афиши киноцентра НЕЕВА. Оставайтесь с нами. Всего вам самого доброго и только хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова